Привет! Хочешь научиться рисовать пастелью на наждачной бумаге? На моем канале выходят обучающие видео для новичков, начинающих художников. А сейчас мы вместе нарисуем простой яркий пейзаж на наждачной бумаге, мелом и сухой пастелью. Для этого купи в любом строительном магазине мелкозернистую наждачку и в констоварах простой цветной мел или пастель. И включай это видео или любое видео на моем канале. Допустим, твоя наждачка. Вот, возьми белый мел и нанеси общим пятном небо. Общим белым пятном сверху. Закрась. Теперь возьми зеленый мелок и нанеси пятно посередине. Это будет лес в отдалении. Вот это будет лес. И чтобы показать, вот вторая. Вот, в середине будет в отдалении лес. Возьми зеленый мелок и нанеси. Такое вот пятно. Можешь использовать разные оттенки мела. Теперь возьми черный мелок и нанеси пятно слева. Это будут деревья вблизи. То есть, берешь черный мелок и наносишь здесь пятно. Это будут деревья вблизи. Вот здесь они так выглядят. Теперь ниже закрась желтым цветом берег. То есть, берег будет здесь. Вот, желтым цветом. Закрась. Берег. Здесь это вот берег. Теперь синим закрась воду. То есть, вот здесь закрашиваешь воду. Берешь синий мелок и закрашиваешь. Здесь воду. Здесь она выглядит так. У тебя должны получиться обобщенные пятна пейзажа. Дай волю своим чувствам. Рисуй. Размажется силой, наноси мел. Только осторожнее, не поранься, а наждачку. Сейчас я тебе покажу, какие получаются пейзажи. Я верю в тебя, что ты великий художник. Никто тебе не говорил об этом. Я тебе говорю. Ты великий художник. Ты самый великий художник из всех и самый гениальный. Мы будем вместе рисовать для города будущего. Об этом я расскажу чуть позже. Подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий под видео, поделись с друзьями. Мои творческие видео рисования покажут тебе, что можно рисовать яркие и красивые пейзажи в такой оригинальной технике. Я нарисовал уже, наверное, тысячу картин в такой технике. На экране ты видишь фотографии нескольких моих картин, нарисованных мелом на наждачке. А сейчас приступим к обучающему видео. Дальше просто повторяю за тем, как я рисую, задавая вопросы в комментариях под видео. Здесь более осветленная часть, потому что она уходит в такой полутуман размытый. Пальцем можно растирать, смешивая оттенки мела и цвета. Допустим, я могу добавить сюда немножко розового оттенка, смотри. И вот так растереть. Добавить немного желтого, стереть, добавить немного такого оттенка. Словно там туман. Здесь, значит, начинается... Здесь начинается темная часть ближних деревьев. Так, сейчас найду. Так, наносим его. Здесь тоже древия немножко затененные. Затененные. Теперь берем... Так... Застираем. Вот это деревья, которые вдалеке находятся. Дальний план. Это вблизи, они более контрастные. Рисуем от общего к частному, то есть от общего пятна. Далее добавляем туда детали и... Более мелкие прорисовку. Теперь добавляем немножко детали сюда. Можно рисовать мелом тонкой его стороной, а можно рисовать широкой для того, чтобы более обширно делать, наносить цвет. Обычно я примешиваю всегда разные оттенки для того, чтобы рисунок был живым, мелодичным. Более утонченно подчеркну здесь деревья. Здесь можно границу между дальними деревьями и ближними подчеркнуть немножко. Вот здесь проведя такую белую линию горизонта, то есть белую линию и границы между ними. Немножко неровности добавят, так как в природе все... В природе нету ровных геометрических линий. Я только человек придумал. Эти линии, они угнетают человека, воздействуют на его психику очень тяжело. В природе все очень такое разнообразное. Здесь можно подчеркнуть туман. Дальше начнем прорисовывать детали. Здесь является граница между водой и третьим планом, еще более дальним берегом. Берем ее вот так по этой линии и подчеркиваем. И вот так ее растираем. Здесь тоже границы. Вот это берег здесь идет. Этого границы немножко так показываем ее и растираем немного. Здесь можно в темно-синем подчеркнуть границу. Отражение в воде должно быть похожим на цвет тонн неба. Но здесь можно небо просто... Добавить в небо синему оттенку сверху. Здесь можно добавить желтый, белый. По направлению растереть. Можно добавить волны. У волны есть освещенная часть и часть, которая в тени. То есть освещенная это белая. Часть, которая в тени, она темным оттенком идет. Стень добавим на воде. Отражение добавим в воду от берега. Здесь растираем негу. Можно сделать небо очень живописным, добавить сюда много разных оттенков, помешать. Видите, я рисую вот эту часть плоскостью, а не тонкой. Можно добавить сюда птиц. Если не получилось, можно просто так затереть, но на наждачке желательно два раза не перерисовывать, потому что может образоваться грязь. Можно добавить сюда тучу. Добавить птицу тонкой частью мела. Добавить птицу тонкой частью мела. Можно сюда ещё добавить немножко тени по направлению. Добавить птицу тонкой частью мела. Можно добавить сюда немножко деревья, немножко обозначить намёком, потому что они вдалеке. Добавить птицу тонкой частью мела. Вот так вот. Дай волю своим чувствам, рисуй размажисто, силой наноси мел, только осторожней, не поранься наждачку, я верю в тебя, что ты великий художник, никто тебе не говорил об этом, я тебе говорю, ты великий художник, самый великий художник из всех, самый гениальный, мы будем вместе рисовать для города будущего, об этом я расскажу тебе чуть позже, а пока что посмотри на экране фото моих картин на асфальте, нарисованных мелками, я единственный, кто рисовал и рисует в своем городе такие пейзажи мелками, я мечтал сделать свой город индивидуальным и знаменитым благодаря этому. Если ты тоже художник и выпускаешь уроки рисования, то я открыт к сотрудничеству, напиши мне в комментарии к видео, у меня больше 200 видео на канале, но мало просмотров и подписчиков. Если ты знаешь разговорный английский или иной иностранный язык и хочешь поддержать мой проект, то помоги мне делать переводы, переводить свои видео для иностранцев. На этом канале я выпускаю уроки рисования в оригинальной технике, яркие видео ускоренного рисования, видео подробного рисования, высказываю свои идеи о социальном гиперреализме и о городе будущего, о городской среде, о проблемах современной архитектуры, рассказываю о художниках прошлого и современности, делаю уникальные альтернативные точки зрения, взгляды на популярных художников и критику. Если хочешь поддержать, то поставь лайк под моими видео, комментарии, расскажи друзьям, можешь приобрести картину по почте. Если у тебя есть знакомый ведущий на радио или канал на ютубе, то помоги мне рассказать об этих идеях людям. Я пытаюсь улучшить мир тем, что несу изобразительное творчество людям, рисую мелками на асфальтах, на окраинах своего города, пытаюсь информировать людей о мировом искусстве и выпустить новый учебник по истории искусства, адаптированный под современную молодежь.